приветствую вас друзья мои сегодня я бы хотел поговорить с вами о такой категории игр на дэнди в которую мы в детстве записывали те игры которые считали наиболее редкими я уверен что в каждом дворе и вообще в каждой компании друзей в 90-х вообще были такие игры о которых например очень много всего интересного знали одни но о которых совершенно ничего не слышали другие то есть получалось что например в одном дворе все играли там double dragon 2 или там доки доки юэнчи а в другом дворе об этих играх вообще никто никогда не слышал и говорили а что это все такое я такой не слышал никогда что это все говорили что это популярная вещь и ну что double dragon 2 кто не играл double dragon 2 но вот находились люди которые не играли исключительно потому что эти игры просто им напросто не попадались на кадрах они попадались их друзьям вот такая ситуация сплошь и рядом была в 90 это в очередной раз доказывает что в 90 наиболее популярными вообще популярными игры можно было считать не именно те которые были наиболее распространены или которые были сделаны по мотивам известных фильмов или мультфильмов а именно те игры которые любили и передавали из рук в руки друзья друг другу то есть игры действительно интересные игры которые считали с какой-то эко и невидимой такой диковинкой что ли и вот именно эти игры в то же время каждый сам для себя считал игрой классной ну пусть может быть не особо популярной но для себя и безусловно любимой но в то же время он считал игрой редкой потому что помимо как у него или там еще какой-то из его друзей никто никогда об этих играх не слыхал вот именно об одной из таких игр я бы хотел сегодня поговорить потому что речь пойдет об игре которую я не видел больше ни у кого наверное но в 90-100 процентов да и в нынешнее время слыхал они очень мало чтобы она еще у кого-то была вот в том виде в каком она была у меня эта игра опять-таки про марио и это чуть ли не единственный даже наверное единственный номерной марио то есть номерная часть марио помимо официальных как принято сейчас считать в которой поиграл в детстве я то есть мне помимо именно этой части номерного марио пиратского марио не довелось поиграть больше не в один этот марио называется он супер марио брос 8 это он был сделан как хак игры дон до кадан 2 но я и все мои друзья называли его всегда не иначе как марио с молотком и так как я уже сказал помимо всех официальных номерных игр про усатого водопроводчика которые выходили на нинтендо и средственно на дэнди так и как первая вторая и третья части супер марио в которые я безусловно детстве играл мне тогда довелось увидеть всего лишь еще одну игру в названии которой в принципе был номер означающий часть игры про марио серии про марио но этот номер был не 4 не 5 не 6 это был номер 8 много из вас безусловно помню эту самую печальную и драматичную эпопею о хаках игр про марио серии про марио выходившие на дэнди которая насчитывала более 20 штук обо всеми так упорно и досконально рассказывал в самых первых выпусках дэнди хрониклс и тогда я очень горевал о том как было наверное ужасно в 90-х увидеть вот такую вот игру и считать что каждый из этих игр это игра про марио а там вообще выходило черти что вы помните супер марио world 9 правда ну вот вот и частью наверное вся эта эпопея на самом деле обошла меня в детстве стороной я не видел не супер марио 6 который был тинетун я не видел ли супер марио 16 который был джой март я не видел 17 который был чипу дл не быть вообще взвело в ступор наверное я увидел тогда всего одну игру это игра была супер марио брос 8 для на обложке картриджа написано просто супер брос 8 видимо копирайты опять так вот вот именно на этом картридже я поиграл в игру супер марио брос 8 которая является хаком игры дон дакадон 2 чем я расскажу чуть позже этот картридж мне впервые показала и в принципе потом подарила моя подруга ира которую вы все уже наслышаны из которой я часто виделся в деревне она привезла его вместе с купленной там же лифой из москвы они приехали в самбет из дальнего сахалина как я вам рассказывал на ехали они через москву и в москве как она мне говорила она приобрела приставку лифа то есть клон дэнди и несколько картриджей к ней помимо супер марио брос 8 я помню у нее был еще тинетон 2 которые опять-таки когда увидел впервые еще у нее была такая многоигровка с разными стрелянками типа стар форс по-моему там был цирку с чарли а там была макрос музыка начали первого уровня которого мне очень тогда доставляла вот и помимо этого не были щепа маке это как же но самое главное было супер марио 8 этот картридж был примечательным тем кстати я тоже после этого ни на одном картридже такого больше не видел вот здесь вот и помню на какой стороне по моему вот на этой но вот это его торцевой стороне корпуса картриджа тогда была наклеечка наклеена и на этой наклеечке было изображено была изображена такая морда черного мультяшного кота и было написано го кэт что это наклеечка означало я понятия не имел кстати на картридже кимпюнк 2 у нее был наконец-то такая же сама наклеечка жареная не сохранилась но вот этот вот самый го кэт я так понимаю это была очередная такая пиратская контора распространяющая 8-битные картриджи как выяснилось позже картриджи таких ходило в 90-х очень много и не только в москве но основная такая отличительная черта картриджей выходившие с этой наклеивкой в том что корпуса эти картриджи были обязательно синего цвета не одиного синего а вообще различных оттенков синего цвета я не знаю это был наверно вот такая вот такая вот своего рода фишка наверное это контора они клеили вот сюда на торец каждого картриджа наклейку был кэт и он был обязательно синего оттенка кстати тинетун 2 тоже был синий вот и вот этот самый картридж она привезла когда в девяносто пятом году вообще знаете выяснилось что супер марио 8 я похоже увидел даже раньше чем супер марио брос 3 то есть вы представляете да мое удивление когда я на тот момент поиграл только в первый марио самый простой и тут я узнаю что их оказывается уже было 8 и вы понимаете да что все последующие годы я только и делал что искал на деньги различные номерные игры про марио и мне тогда удавилось поиграть во вторую дэн макаров опять-таки мне подогнала 4 коробки я кстати об этом прошел выпуске по моему говорил да вот супер марио брос 3 которую я поиграл влада о чем я опять-таки уже рассказывал но помимо этого не супер марио 4 не 5 не 6 не 7 я так и не нашел единственное что мой приятель мишка то же самое из деревни мне однажды говорил что ему попадался катыш котором который назывался супер марио лэнд 5 я ему тогда безусловно поверил потому что я подозревал что скорее всего действительно пятая часть очень запросто могла иметь подзаголовок типа лэнд ладно там супер марио брос а то супер марио лэнд и обязательно 5 но сейчас я конечно уже знаю что не было никакого супер марио лэнд 5 разве что на гримбое был супер марио лэнд 1 2 3 вот вот на дэнди супер марио лэндов насколько я знаю не было ну давайте не будем об этом говорить сейчас да вот и значит у иры я впервые пора а ну да еще одно о чем я не сказал вот на этом самом обложке кстати обложка весьма забавная и опять только на ней изображен совсем не марио какой-то такой бородатый мужичок такой только вы узнаете прикладистый такой с молотком бьет по грибу грибы и марио эта вещь нераздельная правда же поэтому это очередное такое подтверждение что игра про марио но здесь также на обложке игры в углу нарисован логотип еще один ниже которого нарисована двойка вот этот самый логотип вот эту самую надпись в детстве я прочитать не мог никак я вообще не знал что это такое тут какие-то непонятные иероглифы и мне как-то не мог себе вообразить что на самом деле это буквы а эти бугра самом деле читабельные даже английской буквой написано здесь дом долго дом 2 вот именно так называется игра по которой был сделан хак но я разумеется об этом понятия не имел и когда я об этом узнал уже позже там уже когда появились эмуляторы место удивляло почему на этом как же нарисована не только логотип пиратской игры но логотип официальной игры на основе которой этот хак был сделан это меня до сих пор удивляет я больше никогда такого не встречал real robocop 3 пожалуйста ничего хорошо так вот значит и вот эту игру мне показала ира и вы не представляете как она была прекрасная играю в нее на цветном телевизоре у иры был цветной телевизор sony по моему тот самый который тренинг 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 рон там какая-то номерная модель на нем игры в свете шли показывали просто просто феерические все игры на дэнди в свете у нее выглядели фериферический тянетун 2 тоже на меня нефиговое впечатление произвел но супер марио брос 8 это просто такая вообще игра 2 она такая весьма сказочная имеющая свою сказочную атмосферу очень колоритную атмосферу очень колоритная графика у нее и он на цветном телевизоре я не мог вас оторвать от того как она офигенно выглядит вот первый уровень вы помните первый уровень да вот это вот деревья вот эти вот такие с вырезанными рожицами типа как на хэллоуин летающие свинки которые там придаются разные с ареню мосты и речка бревна все очень выглядит очень так сказочно мультипликационно что мне очень понравилось и очень разнообразно в плане цвета очень красиво это все выглядит и музыка это тоже дополняет прекрасная вот на цветном теле когда я впервые у иры поиграл не игра понравилась сразу вот моментально и я безусловно думал что эта игра про марио мне не было ни такие сомнения что это не марио даже тогда даже потом когда я поиграл с про марио 3 про марио 2 я был абсолютно уверен что это марио потому что у него ну здесь тоже грибы есть я не знаю и вообще по и походу игры там очень много чего-то даже на последнем уровне встречаются эти самые такие платоядные цветы опять как в марио и еще помимо это тоже были разные нюансы о них я еще сегодня расскажу так вот первый уровень этой игры был представлял собой такой волшебный лес по которому нужно бегать и собирать вот эти вот непонятные разные символы на которых я до сих пор не понимаю что нарисовано вот такая вот рожица с крылышками как мне показалось что-то типа такого ангелочка я не знаю в детстве я не знал зачем это нужно примечательно то что в этом хаке супер марио брос 8 уже изначально про когда прокачанной жизни потому что в оригинале дается жизни гораздо меньше а здесь даются целых восемь жизней опять как и видимо чтобы привязать так названию и ударов тоже у марио очень много изначально полную 6 или 7 вот аварийно либова не больше трех и вот красных и именно удары разные кружочки ударов именно и даю за сбор вот этих вот непонятных вот иконок типа rr как чпд не помните да вот где по моему если собрать 20 этих самых иконок то появится новый дополнительный удар собирает помимо этого следовало также и алмазы именно те из них которые были красного цвета ну на моем теринг и они не выглядели красно они были темные для меня это было просто темный алмаз но у ира на теринге они были безусловно бордовые вот и вот если собрать на 10 штук или самых алмазиков то вам не то чтобы дадут этот самый кружочек а вам его восполнят то есть это как бы была такая дополнительная возможность собрать хп потому что по уровню в принципе разбросано очень много сердечек в разных сундуках и за них тоже можно пополнять здоровье но помимо этого было очень удобно периодически собирать и алмазы за которые тоже выполняли удары вот поиграв в эту игру примерно там знаете половину как половину весь первый уровень начало очень смущать то что игра на японском языке во первых игре есть мультипликационная заставка по которой мы опять-таки находим очередное сходство с играми про марио марио в этой игре опять нужно спасти принцессу ой хотел узнать но в этой игре что-то ему уже не принцессу надо принца спасать потому что по сюжету была свадьба волшебном королевстве которая называлась мэриленд и один злодей превратил принца который должен был жениться на принцессе в некрасивую такую зеленую жабу вот принцесса упала в обморок и тут на помощь приходят два брата марио и говорят подруга спокойно мы ситуацию разрулим и теперь нужно спасать не принцессу надо спасать принца ну это тоже можно было вполне это свести ну ладно чё и марио в первой во второй третьей части спасал принцессу на чем бы мы теперь принца не спасти тем более у него молоток за плечами должно быть какое-то развитие событий вот но один фиг нужно спасти все вашему королевству что принцесса вышла замуж за принца вот игра на японском языке и помимо того что рассказывает сюжете на уровне очень часто встречались различные такие подсказки в тех самых сундуках вы разбиваете сундук оттуда вываливается бумажка с подсказкой это типа как послание от колдуния которая должна спасти принца чтобы прежде чем она это сделала вы должны принести короче сейчас я расскажу сюжет дайте я сначала скажу что вот именно в этих самых подсказках было написано что он на уровне делать конечно на самом деле там написано достаточно очевидные вещи без которых обойтись принципе реально но в детстве когда ты абсолютно ничего не знаешь об игре тебя немного смущается тебе видимо говорят что то важно и ты не можешь это прочитать так вот где случился мой самый первый затуп в этой игре эта игра вот сам чем я не радовала то что она была не совсем очевидная то есть в ней временами встречались такие места в которых нужно было как следует поспинуть мозгами чтобы понять что делать дальше и вот первое такое место которое меня немного достало это было начало второго уровня водный уровень кстати тоже так как в марио хотя например почему марио может плавать во второй и в третьей части марио даже в первой мог плавать а здесь он идет ко дну знаете почему потому что у него молоток за спиной именно он его тянет ко дну поэтому не может плавать все же логично вот о чем я говорил я говорил то что я не мог понять я не имел что мне делать начале этого уровня когда я дошел до стены около которой стояла ракушка я прыгал там я прыгал я бил по ней я ничего не мог там сделать я не мог запрыгнуть наверху я пойти мелкох не прыгать он поднял на самом деле прыгает ниже чем так в игре это меня тоже немного смущало типа вот учет уровень только начался я упнулся в стену я ничего не могу сделать дальше вы знаете когда я первый раз поиграл и просидел над этим где-то час времени может быть полтора может быть даже два для родителями два часа не давали играть я на этом месте выключил вот я не смог догадаться что мне делать выключил картридж на этом месте у себя будучи у себя дома потому что я очень хорошо помню что игра на этом уровне впервые когда взял картридж у иры проиграть домой скорее всего это было в девяносто пятом году а может быть это было знать и и позже ну сейчас это не имеет большого значения так вот я выключил на этом месте игру и на следующий день пошел к или с дэном это было лето вот и придя к ним домой я сказал вот так и так я нашел во второго уровня понять имею что там делали от носов под стеной за как там что делать этом что только не делал оказалось что я делал не все что можно было делать как мне сказал дэн там всего лишь нужно было ударить полковать врагу запустить его в эту самую ракушку она откроется выпустит пузырьки воздуха на которых ты сможешь легко подняться на эту самую адресную стену приободрившись этим сообщением я после этого вскоре пошел домой и засел пробовать снова в принципе эта идея прекрасно сработала я ударил по ракушке из нее были такие вышли два пузырька с воздухом которые нас могли поднять на его марио я смог продвинуться дальше это принципе было не так уж и сложно догадаться но просто я я никак не мог представить что это ракушка не есть бэкграунд потому что в принципе из таких вещей на во всей игре даже до и даже после ничего такого по он даже не с чем нужно как-то взаимодействовать все либо происходит само по себе то есть либо на тебя как чем-нибудь бьет либо оно абсолютно ни для чего не нужно там или просто подбрасывать тебя в воздухах на небесных уровнях а здесь я никак не мог понять что это не бэкграунд что это штука с которой нужно как-то взаимодействовать вот это был такой первый затоп и это был опять и последний затоп но до тех времен времени прошло на самом деле еще немало так вот я приезжал в деревню как обычно каждые выходные картридж был Ирн это было не картридж Дэна поэтому мне не совсем было важно был Дэн у нее в этот момент или не было я играл периодически в течение года в эту игру играл иногда у нее но чаще всего играл у себя где-то вы знаете где-то вообще она выдавала картридж на неопределенный срок в то время потому что у нее была сега и она зачастую все больше играла в Себу и этот картридж все больше проводил времени у меня вместе с картриджем Денитун 2 которая тоже вскоре тогда после этого прошел вот и где-то наверное году в 97 она мне его отдала на совсем может быть 98 но он просто уже она про него даже не спрашивала я приезжал каждые выходные мы с ним гуляли во что-то играли картридж играл у меня среди остальных которых со временем становилось все больше и больше которые опять-то ты привозил с ростова и она особо про него никогда не спрашивала ну мало лежит у тебя ну играешь ради бога вот я играл уровень я проходил в принципе без особых проблем особых затупов пока не было я прошел водный уровень мне очень понравился уровень на корабле я нашел до следующего уровня который был небесным миром таким мне очень радость карта в этой игре где изображены все эти вот миры тоже опять как в марио 3 своего рода и мне очень нравилось что вот типа каждую каждая локация она действительно вот эта картинка отображена уровень в небе мне понравился не меньше чем остальные но знаете меня сна радовала я не знаю я вот только потом понял что меня на самом деле в него радует на этом уровне имеется какой такой небольшой элемент стимпанка что ли то есть представьте это обычная сказка до волшебная сказка фейритейл так сказать про принцессу про принца который там про колдунью все дела про волшебное королевство и тут вдруг появляется уровень на котором летают дирижабли летают самолеты типа как 30-е или там 20-е годы прошлого века до босс этого уровня здоровенный летчик на парашюте и плюс тут еще если такие фантастические такие механические вещи типа как телепорт и меня это все очень нравилось это все это разбавляло сказочную атмосферу и в то же время присутствие в ней марио добавляла тут какой-то элемент реальности если бы например это была игра не про марио про кого-нибудь вот этого вот самого мужичка с топором гномика да это было бы на мой взгляд не так прикольно потому что это было бы тогда выглядел абсолютно как сказка я на самом деле против этого ничего не имею но для меня присутствие марио где в те времена играю в эту игру присутствие марио мне очень нравилось и очень гармонировала со всем происходящим как это ни странно и вообще по моему мнению это чуть ли наверно не самая подходящая игра которую можно было назвать супер марио брос из всего того куда клепали китайцы этого несчастного водопроводчика ну ладно не будем об этом пройдем пойдем дальше кстати говоря в этой игре на каждом из этих самых миров имеются скрытые бонусы о чем я тоже в детстве знал но в те времена находить мне доводилось отнюдь не везде в частности на первом уровне я нашел бонус без труда он был в самом начале на втором вводном уровне тоже прыгнув в одном месте я вдруг перенесся в эту зону бонусную вообще сам бонус представляет из себя игру своего рода в креслюки норик и вам нужно было ударить по кнопке чтобы собрать линию любую сложившуюся линию из трех одинаковых символов кстати здесь есть один черный символ это символом пакостные есть три соберешь ничего не произойдет я собирал поверьте мне вот за разные собранные тринии дают разные бонусы дают жизни дают очки дают удары но зачастую мне давали жизни так вот даже на ночном уровне который шел по порядку четвертым и там я даже находил бонус уровень а вот где я никогда не находил бонус уровень 10 так это как раз так и на небесном мире вы знаете было такое время когда просто меня достало я начал шерстить весь уровень от того что я вот не знаю везде есть бонус а здесь почему-то я не знаю я прошерстил однажды в детстве весь этот уровень я бонус не нашел и я подумал что блин ну либо я чего-то не знаю либо они правда есть не везде я забил на это лишь уже совсем кстати не так давно может быть года два назад переигрывая очередной раз в эту игру я вдруг нашел тот самый бонус чему был очень рад этот бонус находился над одним из самолетиков летящих как бы прямо на вас да в ракурсе и просто я никогда не запрыгивал этот самолетик потому что путь марио лежал по другой линии чтобы добраться наверх а оттуда нельзя было допрыгнуть наверх вот именно поэтому я никогда на этот самолет и не прыгал вот и вот на этом уровне смысле вот в этом самом месте находится еще один бонус кстати вы знаете быть может я до сих пор не знаю есть ли бонус на самом последнем уровне потому что последний уровень это в принципе тоже номерной ну как бы как бы левел стейдж очередной правда то есть но он последний и ты его знаете есть на нем или нет но я искал я как этот и нашел если вы знаете где находится бонусица то ли сюда есть пожалуйста напишите мне буду очень рад вот с боссом и небесного уровня мне не представляла труда расправиться пока я не понял и представляла труда расправиться пока я не понял что если нажать кнопку а вы залетите наверх где он у вас вообще не достанет вот прознав про эту фишку я босса убил в принципе ну со сложностями но без особых проблем куда интереснее представлялся уровень 4 ночной мир темный мир на этом уровне у меня случился в детстве очередной затупы даже не один вообще на мой взгляд это самый наверное такой таинственный загадочный и атмосферный уровень на всей игре мы до сих пор дико нравится мелодия которая играет здесь в замке я просто обожаю до замка мы сейчас еще дойдем так вот самом начале этого уровня когда вы идете мимо темного леса мимо кладбища мимо разных франклинштейна праздных кащеев бессмертных как я тогда их называл вас весь этот уровень преследует месяц так ненавязчиво который якобы дрыхнет вы доходите до конца этого уровня и перед вами предстает закрытая дверь на которой опять-таки изображена месяц прям перед дверью стоит сундук разбивая который вы получаете очередную подсказку и кусаете себе локти здесь потому что не может ее прочитать не знаете что она говорит она наверняка говорит там что-то насчет двери которая не открывается которая ключа на уровне вы так и не нашли вот и вот здесь я бегал 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 и бегал пытаясь почему эта дверь не открывается и опять я наступил на те же самые грабли что на втором уровне я понятия не имел что месяц это не элемент бэкграунда что 7 5 нужно взаимодействовать меня не научила да это вот моя ошибка на втором уровне и поэтому я опять с такой грустной рожей приполз к дэну с ирой кстати да вот это было лето это я хорошо помню скорее всего это было лето 96 года уже вот я приползаю к ним и говорю блин но вы прикиньте на чё за хрень я бегу бегу нету нигде ключа дверь не открывается и все такое я горит блин пашка ну там появишь там месяц летает и нужно короче его треснуть опять врагом каким-нибудь и дверь откроется и типа настанет день и дверь откроется и все дела я думаю ну блин ну какого хрена я опять до этого не доперлись и я уже знаю что такое ракушка и опять я не могу взять элемент бэкграунда и приписать ему какое-нибудь значение на уровне ну ладно хрен с ним я опять пошел домой я опять дошел до этого уровня и отрезнул самом начале месяца он превратился очень хорошо не превратился он исчез небосклона и посадился день появился да вот и но прикол в том что день появляется совсем на очень короткое время всего там не знаю не более чем на 10 секунд и дверь которая сам конце она красаве исчезает когда появляется день возвращается на свое место когда снова настает ночь и поэтому здесь еще нужно так рассчитать время чтобы успеть ударить месяц успеть добежать до двери потому что самом конце не случайно враги почти не тусуются и там все время стоят островки по которым нужно прыгать и особо там с врагами не разгуляешься и по месяцу не попадешь но благо летает там одна летучая мышь которая сюда меня в этом плане выручала я ее ударял я бросал ее по луне по месяцу он исчезал с небосклона появлялся день и я мог зайти в эту дверь вот его тут начинается уже замок музыка которая так музыка которыми так очень люблю на замке тоже была очередная такая прикольная загадочка но слабо уход до этой загадочкой я уже смог допереть сам вообще комнат замка в замке на уровне несколько а загадка это в самом самом последнее самой самой последней комнате в принципе уровень не особо сложный они в принципе все уровни не особо сложно если знать как правильно действует вот и в самом конце в самой последней комнате в замке есть такое место где дверь ведущая принципе на выход возвращает вас в самое начало и вы опять-таки думаете что опять что-то не то вы попробуйте зайти в нее снова на опять вас швырнет начало разумеется как вы думаете перед самой этой дверью снова лежит сунду в котором опять-таки есть подсказка но знаете вот уже я начинаю думать о том что вот это хорошо что я не мог прочитать подсказку и приходил до всего допирать самому потому что в принципе загадки то согласитесь они несложные они в принципе в стилистике дэнди то же самое как дактейлс 2 секреты дактейлс да здесь они в принципе такого самого характера правда даже наверно поинтереснее потому что с окружением нужно как-то взаимодействовать что есть только в уровне острова пасхи уваженных историях 2 так вот выход на этом уровне таится за невидимой стеной что опять нам намекает на марио блин я уже не помню как вообще вот в этом сундуке колдунья говорит вам знать такую вещь она говорит что-то типа не забудь про окно но окон на принципе здесь таких явных на этом уровне нет и вот быть может если они имели ввиду что в поскольку уровень двухмерный до перед вами стоит стена вот так вот а вот здесь вот это стены окно но вы его не видите потому что вы видите эту стену вот так если они имели это ввиду вот это время имели ввиду то я могу понять если нету то я не понимаю почему они приняли стену за окно но явно что там был какой-то скрытый проход и вот именно он выводит вас на выход на дверь которая приводит к вас вас к боссу босс в этой игре узнаете напоминать даже чем-то мне сайлент хилл сейчас это тоже какой-то такой элемент сюра клоун такой знаете без лица у которого только три точки на лице которые вот так вот мотыляют головой как в фильме лестница якова речо похлеще слабого момента еще не видел вот но это это было круто вы знаете это было круто внутри этого клоуна будем вот так называть сидит сердце которое я так думал управляет им рычагами как кранк управляет своим телом но видно видно что от сердца какие-то такие ручки ножки отходят но шоуными делать непонятно но не представлялось именно так в принципе босс не сложный сразу стало понятно что бить его нужно именно самое сердце но прикол опять таки в том что когда вы наносите сердцу несколько ударов она выпрыгивает из тела убегает за экран и регенерируется в нем снова я подумал ладно братан давай еще раз я довел его снова до этого состояния она опять выпрыгнула опять убежала или генерирова снова я думал ты запарил это конечно не не убиваемый шредер но блин это мне уже не нравится я пробую бить его снова раз два три полна пятый удар он выпрыгивает он выпрыгивает опять он опять убегать это да что за херня я думаю и узнать я повторял то наверное раз шесть пока у меня спасена сок не убил не убил совсем вместе с кантом я вот это вот это меня уже реально выбесило и не буду сколько времени я на этим сидел бы меня это достало вопросом блин ну какого хрена ну и ну какого хрена я опять не мог доперечь с этим сердцем нужно что-то делать расскажите хоть вы мне почему я не мог до этого доперечь но видимо потому что мне было всего 8 лет и мои познания в дэндиских играх были еще ограничены которые я восполнял их с каждым годом наверное мне это помогало но в данной ситуации мне это нифига не помогло и что вы думаете сделал потом совершенно верно я опять на следующий день пришел к дэму и дэн разумеется вот знаете я к нему прихожу говорю дэн знаешь я дошел до босса понятно пашка короче он уже все понял он сказал да там сердце выпрыгивают короче тебе нужно просто его догнать ударить и клинуть об стену и тогда босс погибли это можно было сделать сразу после первого раза когда она выпрыгивает я думаю не стоит описывать мое состояние в тот момент когда я в третий раз понял что я опять идиот и что я опять не понял такой простой вещи опять эти прикольные вещи но согласитесь да боссу конечно по большинстве своем на этому на и в этой игре они одинаково убиваются а тут вот такой вот прикол и мне опять было достаточно что я опять до него не допер ну пофиг мне дэн сказал я счастливее пошел домой и убил его сразу без особых проблем и вот он на этом месте нам остался мне остался самый последний уровень уровень безумного замка который в принципе называется мир игрушек но я никогда не называл я называл что типа как мир хаоса знаете когда все вокруг безумствует но все это по удивительной победить по удивительному течению строительство хорошо организовано и это такой хаос не совсем хаотичные организованный хаос то есть безумство но она тоже организована и мне это тоже понравилось и уровень этот я проходил в принципе без особых проблем вот но вы знаете на этом уровне тоже был такой очень интересный опять-таки геймплейная фишка что здесь в самой последней комнате появляется временная дверь которую нужно ловить здесь есть циферблат который отзеркален что тоже придаем шарма хаоса не правда ли вот и когда он проходит круг появляется временная дверь которая появляется в разных местах на локации и вот эту самую дверь нужно поймать потому что он канал выведет вас к боссу и вот иногда и зачастую даже в принципе с ней проблем не составляла она не вызывали эти сложности потому что очень часто она появлялась прямо вот под самым этим циферблатом посередине но иногда она не появлялась там никогда и появлялась в лес где наверху нужно было колесить по всему по всему а по всей локации чтобы поймать а даже если вы ее нашли она прям перед вами исчезает вам опять нужно бежать куда-нибудь вниз где она может появиться она появляется как и месяц который исчезает на ночном уровне тоже всего там секунд на 5 на 6 на 8 то же самое и здесь она появляется побудет 5-6-7 секунд исчезает и по новой циферблат начинает по новой крутится и опять вы ее ловите иногда в этом с этим не было проблем иногда это выбешивало так вот после этой двери представал очередной босс на игре опять-таки очень прикольный такая часовая кукушка сумасшедших часах которые тоже были с кривым циферблатом она появлялась в нескольких с нескольких сторон и я тоже нужно было как-то аккуратно убивать здесь уже сложность на самом деле вот в этой игре действительно сложность на боссах здесь увеличилась пропорционально прохождение то есть правда вы доходите до конца из босса становится сложнее вот но я принципе я тоже убил без проблем не с первого раза в жизни 8 поэтому это очень способствовало а вот после этой самой кукушки появлялась заставка которая опять-таки вот в этой самой версии супер марио 8 представала не совсем в том виде в каком должна была сейчас вам расскажу почему дело в том что вот именно здесь вам рассказывают о том что вы собрали все 5 ингредиентов среди которых были такие разные там вещи типа мимоза жемчужина там лунные слезы вот и вы приносите все колдуньи она забирает и приносит вам якобы про это самое зелье которое нужно дать принцу но в хакнутой версии супер марио 8 вместо зелья у нее в руках появилась появился непонятный спрайт но я не знал что это непонятный спрайт но там задумано и я рассматриваю его всю жизнь я не мог понять что это такое вот правда ни на что не похоже на какой-то все выпуклое какой-то там идет такими буграми синего цвета такого такого фиолетового кота я не знал что это такое и вы знаете что это это на самом деле спрайт марио только марио без головы покрашенный в синий цвет то есть ему тупо отрезали шею и мы видим здесь его основное тело которое трепыхается в руках у в этой самой колдунь и потом залетает наверх потому что видимо возникает там финальный босс и говорит ха-ха-ха вы ничего не получите но это еще не все колдунья удаляется и приносит еще более непонятную хрень которая трепыхается и в которой можно разглядеть два глаза что это такое я опять так и представить себе не мог какая-то жаба какая-то лягушка какая-то вот поэтому мне всегда было интересно в чем заключается сюжет в этой игре но на самом деле оказалось что это никакая не жаба никакая не хрень это обыкновенный обыкновенная сфера которой нужно долбить босса и все вот представляете как воображение ребенка может вырезать вам извилистый сюжет в такой ситуации там где его в принципе нет и и вот поиграв уже потом в дом только дом 2 и поняв что к чему я был разочарован этой игрой и мне гораздо было интереснее вспоминать о том как я придумывал здесь задумывал сюжет не имея возможности прочитать японский язык о господи ночью говоря последний босс у него две формы и опять таки этот босс него не прост и опять таки я в нем видел в нем то чего я не видела никто вы знаете вот вредно этого босса на самом деле не поймешь что такое это какая-то такая зверушка здоровая с руками в балахоне которая на вас смотрит но вот это вот чем она на вас смотрит я никак не мог принять за глаза никак я принимал это за щеки кота вот вы подождите подождите надо потешаться часами почему вы тоже это увидите я вам гарантирую понимаете вот эти вот белые шары это представьте что это не глаза представьте что это щеки кота вот такие вот да из них должны торчать усины но их нет и тогда вы увидите что верхняя часть маски которые окружают его глаза вверху можно видеть как раз такие маленькие глазенки в управлении этой маски и собрав это все воедино мы получаем лицо кота которая так вот злостно на вас скалится но без усов почему-то вот именно так я всегда думал об этом боссе и в принципе я играя сейчас в эту игру тоже думаю примерно так же хотя я понимаю что на самом деле это обыкновенные белые глаза и он очень хорошо напоминает в этом плане самого главного злодея второго сезона селла армун у которого тоже был балахон и два глаза и все но мне было гораздо интереснее понимать что это был какой-то такой кот мутант какой-то такой злодейский такой такой большой массивный на самом деле да но босс не особо сложно если понять как его бить только все в этой игре 2 его форма была еще более простая чем 1 как ни странно если его удачно подловить самом низу и швырнуть несколько раз снизу вверх шарик нанесет им несколько ударов и он умрет вообще без всех проблем вот и убив собственно говоря вот это вот вторую форму этого босса этого кота не кота не до кота го кота мы получаем наконец-то финальную заставку этой игры которая показывает что зелье все таки я марио отвоевал мы его дали принцу принц превратился в смысле жаба превратилась в принца принцесса просто вне себя от счастья целует принца потом целует марио за то что он такой хороший но опять-таки это говорила о том что ну это же правда игра про марио ну помните принцесса тоже там целовала полно в третьей части решет типа того было то есть какие-то там терки между ними были цель была спросить принцессу и здесь тоже цель была что принцесса была счастлива вот и на этом игра заканчивается и но опять-таки есть по самой последней детали которая меня смущала последний деталь в том что самом конце когда мы видим уже балл свадебный принца и принцессы мы видим надпись thank you for playing super mario part 6 это шестая часть дорогие друзья то есть мы играли восьмую часть она оказалась 6 и вот чему здесь верить уже я не знаю но взвешивая заставку этой игры и вот этот самый титр я все-таки склонялся что это восьмая часть игры потому что восьмерка нарисована более так более круто более как бы это более углубленно более красивее а тут просто там перепутали один символ наверно скорее всего вот в принципе я не помню к сожалению когда я прошел эту игру впервые но почти наверняка у меня ушло на это больше года потому что я играл только в деревне играл он не всегда играл и в свои игры которые привозил из ростова вот но я точно помню что когда я прошел самый картридж ира мне этот момент уже отдала на совсем и в принципе это единственный из тех картриджа который мне удалось сохранить меня очень долго жалел что не сохранил тинетон 2 потому что она отдала ему кому-то другому но вот хотя бы супер мария брос 8 которая намного более редкая чем тинетон 2 я сохранил и вот меня этот факт в принципе очень очень даже радует но что касается самой игры дом только дом 2 не впервые я поиграл уже на эмуляторе тогда же ознакомился и с ее сюжетом и о чем на самом деле узнал эта игра на самом деле эта игра про таких маленьких дворфов и кстати в оригинальной игре их тоже было двое хотя игра на одного что в принципе тоже опять-таки подходит мари тоже двое вот первую часть игры дом только дон это же поиграл после этого я вообще знаете был очень удивлен узнал что игра за вас сабили дом только на 2 мне стало очень интересно что за игра дон дакадон 1 потому что например я как и и дроги саня когда вы тина истории 1 играл только в 2 и когда я поиграл в нее я понял что это приступит тоже самое то как чуть приступит аж сама абсолютно механика но немного и немного другая и это мне очень понравилось но вот поиграв дон дакадон 1 она меня разочаровала к сожалению я потому что я узнал что это просто такая одноэкранная аркада по типу снов бразерс и особо я далеко в ней когда не дошел она мне очень быстро наскучила вот и только донаган давай что очень хорошим таким продолжением очень грамотным очень качественным и в принципе опять так и повторюсь что именно наличие марио в этой игре добавляет этой игре для меня раз таки еще больше шарма это действительно единственный такой вариант из всех номерных хаков марио которые я видел еще только не видел и именно в этой игре действительно марио на мой взгляд подходит хотя бы быть может быть со мной не согласны на самом деле да как игра редкая и после этого я ее уже не помню где видел ли у кого-нибудь вообще встречал внутренней фотографии но вот так чтобы кто-нибудь мне сказал что у меня была эта игра я уверен что многие из вас мне об этом после просмотра этого видео скажут чему я наверняка буду очень рад и был бы очень рад но в 90-е годы все узнали о супер марио брос 8 именно через меня именно благодаря картриджу иры вот принципе наверное и все что я хотел вам сегодня рассказать это было и воспоминание об игре супер марио 8 воспоминаний про супер марио 9 10 11 не будет и про все остальные тоже не будет потому что к счастью я их в детстве не застал и в принципе вы наверное наслышаны уже по моим хроникам о них что тут еще рассказывать вот принципе вот и наверно и все с вами был павел пиноман это были дэнди memories 12 выпуск обязательно будет 13 это будет правда уже в следующем году до тех пор конечно же выйдет еще что-нибудь а пока что я вынужден с вами попрощаться всего хорошего играйте в дэнди играйте в марио или все что вы любите до скорой встречи